ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю, эпидемия, не эпидемия, но РВИ, да, с тяжёлыми последствиями, поэтому, пожалуйста, берегитесь. Кстати, да, пора пригласить в очередной раз к нам медиков, чтобы они нам озвучили, что происходит, какая, куда идёт эпидемия, есть она, нет её. Нет, эпидемии, эпидемии нет. Это я, конечно, напугала всех зря. Тем не менее, есть и РВИ, которая даёт последствия вплоть до пневмонии. Да, надо будет сделать это. Я думаю, что в ближайшем, одном из ближайших дневных разворотов это сделаем. Но сегодня мы продолжаем тему, которую начали недели две назад. Мы говорим о тарифах на ЖКХ. За прошедшие две недели прошло несколько серьёзных мероприятий, которые посвящены тарифной политике. Общественная палата, в частности, комиссия, региональная группа общественного контроля за формированием соблюдения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области провела освещание. Отчиталась о своей работе за минувший период. И мы начали об этом говорить ещё с Виталием Брамом. На прошлой неделе, сегодня мы подключаем Евгения Сметанина, руководителя этой региональной группы. Евгений Васильевич, у нас в студии. Добрый день. Здравствуйте. Ну и кроме того, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе прошла большая сессия. Целый день в пятницу позапрошлую на площадке Сбербанка говорили с федеральными экспертами, нашими экспертами тоже о тарифах на ЖКХ. И на этой неделе, в четверг, мы сделаем эфир после дам уже этой площадки. То есть, ну вот у нас будет такой насыщенный на самом деле эфир на этой неделе. Мы постараемся в тонкостях разобраться. Хотя тут уже до эфира кое-какие частные вопросы попытались разобрать. И понимаем, что не все так ясно. Даже бытовые вопросы о том, можно ли будет по одной платежке, вот Аня спросила, можно ли будет по одной платежке, которая будет с 1 января приходить в наши почтовые ящики за электроэнергию и за мусор, вот тот самый тариф, который мы до сих пор не знаем, и мы ждем его, и чувствуется, что до последнего будет оттягивать объявление этого тарифа, можно ли будет по одной платежке оплачивать все-таки по-разному. То есть вот оплатить электроэнергию, мусор позже или наоборот. Или нет, платежку будет только единым платежом принимать. И если это так, то понятно, для чего это делается. Для того, чтобы не было кризиса неплатежей за вывоз мусора. Да, совершенно верно. Поняли, что пока не знаем, да, нет Евгения Васильевича ответа. Но мы выясним, я думаю, что к четвергу точно. Да, я у Евгения Васильевича хотела уточнить. То заседание региональной группы общественного контроля, которое прошло на прошлой неделе. Седьмого числа. Да, я думаю, что, да, седьмого. Оно было посвящено все-таки больше тарифам на отопление в свете вот того, что сейчас как раз у нас начинается вот этот восьмимесячный период, когда мы будем большие платежи вносить. Или вы касались и других вопросов? Вы знаете, это было у нас даже трудно назвать итоговым заседанием, потому что итоговое было уже заседание. Это была пресс-конференция. То есть посвящена она была акту, который вышел по результатам почти семимесячной работы этой рабочей группы. Там отражены все вопросы, связанные с тарифами. То есть не только отопление, это все и электроэнергия, и мусор, и даже содержание многоквартирных домов. Акт на 15 страницах, по-моему. Ну, у меня на 13. Это, видимо, зависит от того, какой шрифт. Большой такой всеобъемлющий материал. Какие вопросы вызвали наибольшую озабоченность у членов региональной группы в этом году? По каким именно платежам больше всего возникало проблем, задач, жалобы? Вы знаете, жалоб очень много. Поэтому мы перед собой все-таки ставили задачу не дублировать работу. У нас же есть центр общественного контроля в сфере ЖХХ. Вот он работает с конкретными обращениями людей, с конкретными квитанциями, конкретными домами. Перед нами стояла более серьезная задача оценить состояние тарифов в целом в области. Куда оно двигается? Как оно развивается? Какова стратегия развития вот этих отраслей экономики? Я имею в виду теплоснабжение, водоснабжение, снабжение электроэнергии. Вот эти вопросы, они нашли отражение в нашем акте. И первое, что мы сказали, что то требование президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации о том, чтобы тарифы не росли выше уровня инфляции, в Кировской области не выполняется. Что мы по этим показателям занимаем ведущее место в России с обратной стороны, естественно. То есть у нас самый высокий рост тарифов, вот в 2018 году особенно. А мы можем конкретно цифры озвучить? Можем. Насколько у нас они выросли? Ну, в целом они выросли у нас на 10,9%. А уровень инфляции? Ну, уровень инфляции в этом году колеблется в районе 3%. Каким он будет по итогам? Ну, наверное, чуть больше, но не больше 4%, я думаю. То есть 6% с лишним. Когда мы на эту тему разговаривали с Виталием Брамом, я тоже у него спрашивала, вы тоже, потому что хочу вам такой же вопрос задать. Я у него спрашивала, о чем власти, собственно говоря, мотивируют такой высокий рост тарифов. Почему так происходит? Вот четко Виталий не смог мне пояснить, говоря, что и власти толком не могут пояснить, почему это так. Он только сказал, что, в принципе, если размазать масло по всему пирогу Кировской области, то у нас вроде бы по показателям все хорошо. Но если мы посмотрим на город Киров, отдельно взятый город Киров, а это половина населения нашего региона... 40%. Почти, да. То здесь вот как раз рост просто безумный. Ну, в Кирове рост... Или обоснованный все-таки. А в Кирове рост по теплу на 7,39%. Это как-то связано со сменой вот этого вот механизма оплаты, скажем так, или нет? Нет, это не связано с механизмом. Это связано с тем, что власть и руководство Т+, которое является хозяевами, значит, у нас центрального теплоснабжения, так скажем, они пытались убедиться и убедить и всех, и общественность, и сами себя, что вот в период, значит, 17-18 года надо такой залповый платеж провести, чтобы тепло, провести серьезные инвестиционные программы, чтобы каким-то образом отремонтировать как можно больше теплотрасс. Вот такая идея под это все закладывалась. Так, подождите. То есть это еще было до того, как стало известно о концессии? Это еще... Конечно. Это предварительная еще история. Значит, чтобы вы знали, я сразу вас адресую. Вот, значит, есть у нас такое понятие, это индекс, индекс изменений размера вносимой гражданами платы за ЖКХ. Расшифруйте, пожалуйста. То есть это не тариф, это сколько мы должны платить, вот, рост вот этот. Он ограничен в России. Значит, там две составляющие в этом индексе. Значит, большая часть регулируется постановлением правительства Российской Федерации. И она ограничена 5% максимум. И 2,5% максимум может добавить еще губернатор. Регион может добавить, да? Да, губернатор. И у нас вот тарифы, которые были до 2018 года, они отрегулированы были указом губернатора Кировской области, это Никита Юрьевича Белых, от 27.11.2015 года. А, то есть это давно было еще? То есть у нас же регулируемый период сейчас 3 года. То есть это, получается, 15, вернее, 16, 17, 18. Сейчас мы будем принимать, вот, до 20 декабря примут нам тариф на 19, 20 и 21 годы. На ближайшие 3 года. На ближайшие 3 года, да. Скажите, пожалуйста, Евгений Васильевич, вот этот залповый сбор денежных средств, мы о нем тоже помним, тогда действительно обосновывали тем, что вот мы сейчас давайте подтянем пояса, мы сейчас соберем эти деньги, потому что трубы действительно как решето абсолютно, да, и у нас будет полный коллапс, который мы и наблюдаем, на самом деле, с трубами. Хотя нельзя, вот, справедливости ради не заметить, что все-таки теплоснабжающие компании и компании, обслуживающие трубы, все-таки удержали ситуацию в руках, в смысле отключения тепла и горячего водоснабжения. То есть все-таки мы как-то продержались, может быть, благодаря этим сборам, я не знаю. Но насколько эффективно были использованы эти деньги, за 2 года собранные вот таким большим тарифом? Вы в этом разбирались или нет, это не входило в ваши задачи? Почему? Мы в этом очень даже разбирались, и мы с вами сейчас об этом и говорим. И мы вот в этом акте, еще раз я хочу подчеркнуть, что мы ушли от частности, от того, что там в этом доме труба дырявая, в этом не дырявая, все хорошо. Мы посмотрели на проблему с позицией действительно экономической. Первое. Мы сказали в своем акте, что экономических оснований для такого роста тарифов сегодня ни в России, ни в Кировской области нет. Почему? Потому что те составляющие, которые влияют на тарифообразование, они остаются в стабильном состоянии в Российской Федерации. А это индекс потребительских цен. Вот рост этого индекса, мы в этом акте зафиксировали, не превышает 4%. Второй вопрос. Значит, ставка банковского кредита, да? Значит, она у нас снижена была в течение этих трех лет. Там с 12%, вы помните, почти до 8%. Ну, сейчас небольшой рост есть, да? Значит, следующие какие основания? Это, значит, состояние платежеспособности населения. Оно у нас сейчас не растет, а падает. То есть забрать сейчас деньги у людей, последние, это значит, как будем жить завтра. То есть у нас, вы знаете, что реальные зарплаты последние три года на 11% сокращаются, да? Ну, вот в этом году каким-то образом там все по-разному говорят. Кто говорит, 4 месяца они не падали, а росли. Кто говорит, 3 месяца они не падали. На самом деле, да, статистика разная. Статистика разная, да. Статистика такая вещь лукавая. Лукавая, да. Как это мне один профессор говорил, что такое три волоса, да? Смотря где. На голове мало, а в супе много. Прервемся на полминуты. У нас сейчас небольшая пауза. Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области у нас в студии. Продолжим буквально через полминуты. Общественники озабочены необоснованным ростом тарифов на ЖКХ. Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на ЖКХ на услуги жилищно-коммунального комплекса в Кировской области у нас в студии. Анна Лапшина, Светлана Занько. Давайте продолжим все-таки вот эти факторы, которые существуют в Кировской области, перечислять. Это факторы, о которых Евгений Васильевич начал говорить до перерыва, которые показывают, что все-таки рост тарифа, который был установлен в последние два года, необоснован, по мнению общественников. Ну, следующий вопрос, вот я хотел бы тоже на него обратить внимание, это вопрос, связанный с благосостоянием людей. Я еще раз хочу сказать, что он у нас падает, да? И более того, одновременно с этим возрастает нагрузка сразу на бюджет. Бюджет областной в основном. Почему? Потому что, вы знаете, что если в семье, значит, платы за ЖКХ превышают 22%, то эти семьи получают у нас субсидию на оплату ЖКХ. Ну, кто не ленится, да. Кто не ленится, оформляет и получают. Значит, вот таких людей у нас почти 10% в Кировской области, таких семей 10%. Значит, кроме этого, есть льгота ЖКХ отдельным людям, льготникам. Это, вы знаете, ветераны труда, участники боевых действий, они тоже получают деньги. Вот мы проследили эту ситуацию и видим, что, значит, вот идет постоянный рост этих платежей. Вот за последние 10 лет в 3,3 раза возросли платы за семей, да. Значит, почти, сейчас скажу цифру, в 2,5 раза вот эти льготники больше стали получать. И бюджет за счет этого, значит, платит вот в 16-м году 2,2 млрд рублей, в 17-м 2,3 млрд рублей бюджет вынужден был это платить. И в этом году мы выйдем на цифру 2,6 млрд. Это чисто плата бюджета вот за это. Ну, то есть возмещение. Возмещение, да. Это прямые деньги, которые идут ресурсоснабжающим организациям. Значит, следующий вопрос. Ресурсоснабжающие организации получают субсидию. В каком случае? То есть, когда экономически, как они считают, ну, рассчитывается, экономически оправданный тариф не может быть, значит, выше, чем плата людей. И вот эту разницу они тоже получают потом из бюджета Кировской области. Поэтому года это 608 миллионов. А за последние 4 года мы заплатили за это 2,4 млрд рублей. Ресурсоснабжающим организациям. Это всем вместе, да? А их там немного. Немного, немного. Ну, и следующий вопрос. Значит, ресурсоснабжающие организации, они освобождены от уплаты налога на имущество. Вы помните, какая была борьба. Тогда Белых первый, по-моему, последний раз вводил губернаторское вето на закон законодательного собрания. Значит, и почти 300 миллионов, вот это освобождение от налога на имущество. Недополучаемые эти деньги. Это выпадающие. Давайте вспомним, для чего все это было все-таки сделано в те годы. А что говорили ресурсоснабжающие компании, что они нам обещали? Значит, я подведу как бы итог. То есть, какова цифра вот этих платежей бюджета Кировской области? Это 4 миллиарда. Каждый год? Да, почти 4 миллиарда каждый год. Это те деньги, которые передаются ресурсоснабжающим организациям на то, чтобы они нас по-нормальному снабжали всем необходимым. Что еще здесь? Они нам обещают, естественно, качественную услугу, дешевую, качественную услугу. Но почему мы считаем, что сегодня вот эта качественная и дешевая услуга, она в чем проблема главная? Мы ее увидели. Это главная проблема в том, что у нас вот эти отрасли ЖКХ, о которых мы говорим, они у нас развиваются неэффективными способами, а экстенстинными. То есть, у них растут издержки производства. У них потери колоссальной энергии. Для чего нас всех очень здорово стимулировали, ставьте быстрее счетчики, ставьте быстрее счетчики на все. А причина одна из... Очень простая. Как только 75% населения поставило счетчики, так мы стали с вами платить полные потери, оплачивать полные потери ресурсоснабжающей организации. До этого мы платили, значит, рассчитанный норматив. Свежие нормативы потери, значит, они на вас, на прибыль ложатся. А как только счетчики поставили, 100% потерь мы с вами оплачиваем. Вот нас так стимулировали. Ставьте быстрее счетчики. То есть, мы им оплатили и потери, мы им повышенный тариф заплатили, мы им субсидию дали. Нет, потери, они в тарифе все. Это не плюс, это все там. Хорошо, тарифом, значит, заплатили. Мы им субсидию дали, мы им льготников оплачиваем, у них там аренда и прочее, прочее, прочее. А мы по-прежнему видим, что у нас дырявые трубы перекопанные, перекопанные улицы, и все, денег не хватает. И вот теперь нашли новый способ, концессия, что комиссия, региональная группа общественного контроля по этому поводу думает. Значит, по концессии. К сожалению, вот за тот период времени, когда мы общались с представителями и городской власти, и Т-плюс, мы не получили какой-то внятной экономической позиции по концессии. Она на сегодняшний день, как нам говорили, не готова. То есть есть разные сценарные варианты. Там от залпового, значит, платежа, там рост в первый год сразу 18% увеличить наши платежи. И у них появится как бы определенная денежная масса, которая позволит им не 100 километров ремонтировать труп, а больше, там почти под 300, они говорят, мы отремонтируем. Но второй сюжет, там более такой мягкий, там по 9,5%, ну и так далее. В течение нескольких лет. Да, да, в 4 года там. Говорят, 857 километров надо менять труп в Кирове. Ну, эти все цифры на сегодняшний день, счет самый разнообразный. Мы не могли добиться окончательных пониманий, сколько всего теплотрасса. Вот труп в Кирове. Почему? Потому что, значит, там ведь куча хозяев этих труп. Да. То есть... Есть арендатор в лице Т-плюс. Т-плюс, да. Он, конечно, львиные доли имеет, но у нас 25 организаций транспортеров, которые имеют свои участки, так? У нас почти 200 километров вообще непонятно, чьи трубы. То есть нет там хозяева. Это так называемые, так сказать, бесхозные трубы. Формально хозяином является муниципалитет этих труб. И вот сейчас ставилась задача их все перевести, оформить, правоустановящие документы найти и так далее, и так далее. И потом передать в аренду в КТК. Внимание, надо сказать, что без этого внятного экономического обоснования все-таки депутаты городской думы приняли решение на последнем своем заседании о том, что консессия будет. Ну, речь идет ведь не о самом конституционном соглашении, а о форме. О возможности. Что эта форма, да, она для нас современна. И вообще вся страна к этому пришла сейчас. То есть до этого все было аренда в основном, да, или там собственности находились эти средства. Собственник обязан был сам с ними все делать. Остальное все арендные отношения. Сейчас новая форма, считается, что она более прогрессивна. Это концессия. То есть когда конституционер на длительный период времени берет в полное введение этого имущества, его улучшает и развивает, и имеет право на выкуп этого имущества. Наверное, такая форма действительно более прогрессивная. И надо с этим согласиться. Но вопрос стоит в другом. Мы вот подняли, когда эти документы, мы говорим о чем? О том, что в конституционном соглашении должны быть прописаны такие условия, которые бы стимулировали к инвестиционной деятельности. Не просто инвестиционной, как перекладка труб. А как к деятельности более современной. Чтобы лучшие образцы теплоснабжения, электроснабжения и чего хотите внедрялись у нас. Условно говоря, какие-то новейшие современные трубы, которые долго, очень долго будут лежать там и не беспокоить никого. Вот сейчас про тепло говорим. Представь себе, 54-й год, у нас уже цифровая революция должна свершиться не только в России, но и в Кирове. У нас тут правительство обещает, что через два года у нас будут электромобили, управляемые роботами, просто ездить по дорогам. Вот по этим, к дорогам нашим. По улице Сметанина, ты слушаешь? Через два года уже обещают, что в свободном режиме будет в Российской Федерации. По нашим дорогам. Мы тоже Российская Федерация. Ну да, но я к чему речь веду? О том, что должны быть инновационные методы, применены к теплоснабжению Кирова. Вот мы пока этого нигде не видим. У нас одна минута до перерыва остается. Евгений Васильевич, вот сейчас после того, как прошли, мы еще поговорим, да, про воду поговорим и про мусор. Сейчас, после того, как отчиталась группа за свою работу в этом году за 7 месяцев, вот эта задача, разбор концессии, нахождение слабых, тонких мест и так далее, это будет, наверное, первостепенная задача, которая стоит перед рабочей группой, да, которой вы будете разбираться. Это у нас ближайшие, вот, ну, сейчас принято решение о том, чтобы рабочая группа продолжила свою работу, сейчас идет комплектование ее состава. Но вы остаетесь ее главой? Ну, пока да, решение такое и состоялось. И первая, первостепенная задача будет оценить вот все риски, которые несет в себе заключение этого конституционного соглашения. И о них сказать публично, чтобы это вошло в публичное пространство, чтобы это было обсуждение, чтобы и власть, и общественность это все обсудили и каким-то образом потом внесли в соглашение это. Вот соглашение, оно вообще должно быть подписано к какому, примерно, сроку? Или принято решение Гордумы ни к чему пока не обязывает потенциально? Ни к чему, Гордума сказала, что к концу следующего года оно должно быть принято. То есть 19-го? До 21-го числа должны быть поданы, этого месяца должны быть поданы заявки прецедентами на консессию. Вот, а потом уже в течение года она должна разрабатываться. И вот тут как раз роль экспертов, общественных групп, комиссий и наша с вами максимальное количество вопросов задать, для того, чтобы мы были удовлетворены тем положением, которое будет принято. Сейчас прервемся на короткую рекламу, через полторы минуты снова в студии. Евгений Сметанин, руководитель региональной группы общественного контроля за формированием, соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области. В нашей студии дневной разворот. На этой неделе мы будем говорить о тарифах много и подробно. Еще в четверг у нас будет большой эфир по итогам большой сессии, которая прошла на площадке Сбербанка с экспертами федеральными, региональными и местными. Будет это в четверг, да? Да, это будет в четверг. Но мы сейчас говорим еще о том, как отчиталась в своей работе группа по итогам работы 7-месячной и чем она будет заниматься в следующем периоде своей работы. По концессии и по теплу. Спасибо, Евгений Васильевич. Очень многое как-то разложилось по полочкам. Понятно, зачем следить. Но есть еще у нас коммунальные ресурсы. Да, я вот вижу по вашему отсчету... Стоимость которых тоже росла. Вот когда видишь такие пресс-релизы и отчеты, ты думаешь, вот насколько же ты все-таки, как вот человек на бытовом манюровне, вот ты более внимательный человек, который следит за этими вещами. Неправда. Неправда. А я менее, мне кажется. Ну вот я эту цифру когда увидела 40%. Кировские коммунальные системы предложили увеличить тариф на водоснабжение в 19-м, 23-м годах на 40%. Это в год или всего за 4 года? Я так понимаю, за период. За 4 года. С 19-го по 23-й год. По 21-й. Вот тут у меня почему-то по 23-й. По 21-й? За 2 года тогда получается? За 3 года. За 3 года регулировать. За 3 года. Это еще по 13% роста к тарифу кировских коммун. А нет, до 23-го правильно. До 23-го правильно. На 5 лет. Все-таки на 5 лет. На 5 лет все правильно. На 40%. То есть по 8% в год в среднем получается. А они чем обосновывают? Ну, все вот последние все обоснования тарифов идет за счет чего? За счет инвестиционной составляющей, что нужны инвестиции в отрасль. То есть нужно менять трубы, нужно строить новые разводные всевозможные станции и так далее. И вот у нас все больше на тариф, на население ложатся инвестиционные составляющие, ложатся. Почему? Потому что другие источники, а именно речь идет о том, чтобы в федеральных программах участвовать, чтобы получать федеральные средства. Какие-то региональные программы бы были в сфере ЖКХ и региональный бюджет. Но мы с вами посмотрели, он и так несет колоссальную нагрузку. На возмещение ступсидий, на возмещение затрат льготников. Да, льготники и прочее. Но тем не менее, во многих регионах есть еще и региональные всевозможные программы. Здесь же у нас единственным практически источником является население. То есть их платежи формируют инвестиционную повестку жизни ресурсоснабжающих организаций. Это и водоканал, в смысле ККС. Это и КТК. И холодная вода, и горячая вода. И горячая вода. Все-все-все здесь. Беднейшее население Кировской области является практически единственным инвестором для всех компаний. Света, потому что с бабушки всегда проще взять, не знаю, с бабушки, с дедушки сто лишних рублей, чем писать умные совершенно вот такие вот раскладки. И где-то там в каких-то конкурсах участвовать на федеральные деньги. Потому что мы же не одни такие, хотим себе инвестиции и участие в каких-то программах федеральных. Много людей таких? Да. Много регионов. Этот вопрос серьезно рассматривается? Повышение на 40% платы за воду? Да я думаю, что нет. Это желание, конечно. Все-таки служба по тарифам, она подходит более взвешенно ко всему этому. И здесь смотрит, как я говорил, индекс роста платежей населения. Поэтому это вряд ли такое будет возможно. Но я хотел вот еще два слова сказать об инвестиционной деятельности. Но мы даже согласились с тем, что хорошо, мы, население, инвестируем хорошие деньги. Но вот система контроля за инвестиционной деятельностью должна поставлена быть в регионе. Это у нас главным контролером является Министерство энергетики ЖКХ. И, значит, региональная служба по тарифам. Когда мы это посмотрели, то убедились, что контроль этот, к сожалению, не совсем эффективен. То есть там нет достаточного количества людей, которые бы способны вести этот контроль при огромном объеме этих инвестиционных программ. И второе самое главное – нет контроля по существу. То есть нет контроля первичных документов. То есть это вот те платежи, где там процентовки на то, чтобы провести какой-то ремонтной работы. Там, значит, закупы оборудования соответствующие. Все это не проверяется. И деньги наши на инвестиционную деятельность, которые мы с вами, они имеют статус, они не окрашены. Вот есть бюджетные деньги, за которые там можно в тюрьму сесть, если ты их не туда отправил. Это не целевое использование бюджетных средств, а это вне бюджетные источники финансирования называются вот эти деньги. То есть вот их в тарифе пишут, что вот на инвестиционную деятельность там 370 миллионов. Вот в 2018 году получила КТК этих денег. Огромные деньги. Их не могут проверить. Контрольно-счетная палата не проверяет. Росфинансовер не проверяет. То есть все. Они могут потратить эти средства по своему усмотрению. И так и было ведь. То есть они не должны отчитываться, что мы закупили столько-то километров труб и прочее, прочее, прочее. Ведь как было у нас там в 15-м, 16-м году и частично в 17-м. То есть было написано, что там переложить трубы на участки от улицы, условно говоря, от улицы Ленина до улицы Профсоюзной. Все написали это. Но, как они считают, ситуация изменилась, что там все нормально пока еще. Не потекло, да? А потекло в другом участке, там на улице Лесной. И они перебросили эти деньги на улицу Лесную, не согласовав ничего. По итогам отчитались. Им эти деньги с этого года перенесли на следующие. Вписали улицу Лесную. И все. То есть такого вот жесткого и правильного, очень въедливого контроля государственного мы не увидели. Поэтому мы несли предложение. Первое. Эти деньги надо окрасить. Деньги. Пусть они будут деньгами граждан, да? Но они должны иметь свой статус. То есть это инвестиционные деньги, тарифа. И их нельзя ни туда потратить, ни сюда. И их может проверять также вот там Росфинадзор и так далее и тому подобное. Или мы вот говорим, что такое инвестиция. Вот появился у нас оператор по мусору. Региональный оператор по обращению с отходами. Компания Куприт. Да, Куприт. Значит, инвестиционная программа у них. Закупить 28, на инвестиционные деньги. Закупить 28 мусоровозов. Ну, вот смотрите. Вы решили построить дом, да? Инвестицию свою. Приглашайте плотника. Он вам говорит. Хорошо, я вам построю этот дом. Купите мне пилу, купите мне топор. Нормально? Не знаю. Так вы скажете, я лучше найму плотника, у которой топор и пилов есть. А тут у нас это называется инвестиция. Ну, вот это у нас во всяком случае в группе серьезные вопросы возникли. Насколько реально окрасить эти деньги? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно, конечно, внести изменения в законодательство Российской Федерации. А, то есть это на федеральном уровне должно быть сделано? Да, конечно. Мы такую записку написали в общественную палату Российской Федерации, чтобы они внесли такие предложения в ФАС России. А ФАС уже в Государственную Думу? Конечно. А депутаты Государственной Думы от Кировской области могут подключаться к этой работе? Конечно. А кто-то их подключается? Ну, во всяком случае, я пока с ними еще не говорю. Депутаты ОЗС будут рассматривать этот вопрос? Мы такое обращение... Ну, мы акт отправили, там мы как раз просили их этот вопрос рассмотреть и, может быть, даже и самим обратиться. Они же тоже могут, да, выйти с законодательной инициативой на уровень... У нас такое предложение в акте есть, если вы обратили на это внимание, то есть в законодательном собрании для учета в работе и рассмотрения вопроса о системе государственного контроля за денежными средствами граждан. В тарифе заложено. Вот это очень хороший вопрос. Я просто помню, что доводы о том, что повышается у нас тариф и уничает население, также приводил Роман Альбертович Титов, вице-спикер ОЗС. Я думаю, что в ближайшее время он у нас будет в особом мнении. Возможно. Мы зададим ему тогда вопрос о продвижении этой инициативы. Вот мы здесь в перерыве выяснили, что Евгений Васильевич очень подробно и очень серьезно следит за темой развития вообще мусорной отрасли в Российской Федерации и уж тем более новой вот этой вот реформы. И поэтому мы специально с Аней решили сегодня вопрос и по тарифам по мусору не поднимать, и по структуре не поднимать, потому что он требует детального такого разбора. А Евгений Васильевич вдумчиво нам все рассказывает и не хочется голубам по Европам. Поэтому мы запланируем отдельный эфир, Евгений Васильевич, если вы не против. Ну да, я думаю, только не так быстро. Почему? Потому что надо... Мы пока все ждем. Видите, вот мы тоже к мусору попытались обратиться. Подступиться. Подступиться. Мы пригласили всех, естественно, и власть, и регионального оператора. К сожалению, нам ничего не сказали. Ничего. Это хорошая позиция. Никогда ничего не говорили. То есть все лоты не разыграны. От лотов зависит цена вопроса, потому что тариф на полигоны еще не сформирован. Это тоже не сделано, это не сделано. Сроки какие? Когда они говорят, это будет готовность? Лоты вот сейчас все разыграли. В октябре месяце. То есть сейчас, вот где-то в ноябре, я думаю, окончательно эти цифры будут в службе по тарифам. Я думаю, что как только на ближайшем заседании рабочей группы по общественному контролю за формированием и соблюдением тарифов на ЖКХ в Кировской области, вопрос по мусору будет разбираться. Я уверена, как только тариф появится, мы сразу после этого заседания сделаем эфир. Спасибо, Евгений Сметанин был у нас в студии сегодня. Первый час у нас завершен. Евгений Васильевич, благодарим вас. Спасибо вам. А во втором части мы расскажем с Владимиром Сметанином о том, как в Кирове прошел первый межрегиональный круглый стол на тему терроризм, экстремизм, деструктивное сообщество в современной России. Это будет после 12. Сейчас новости, тематические программы и реклама.